Рюкки Это пузыречки с воздухом В которых очень плотно переплетена сосудистая сеть Вот представьте себе Пузыречек К нему подходит сосудик А сюда подходит бронг Или мелкая бронхелка Через которую поступает кислород В крови, которая подходит к пузыречку Находится углепислый газ Этот углепислый газ Имеет более низкое давление Чем давление кислорода в воздушных пузыречках Газ приносит Молекула демоглобина Меня будут завтра рассказывать Что такое молекула демоглобина Это абсолютно уникальная живая молекула То есть эритроцит Эритроцит Имеет 4 атома железа Как 4 стульчика И 514 аминокислот В своей молекуле Так вот на 4 стульчика Садятся 4 Молекула Углекислого газа В легких они обмениваются С кислородом И стульчик Вместе с транспортной машинкой С 4 атомами кислорода Идет снова в организм на работу Он отдает кислород Из ткани получает углекислый газ Снова идет вверх То есть эритроцит это вечный тружень Который только и делает Сажает кислород Сажает углекислый газ Отдает кислород Все Больше легкие не выполняют Никакую функцию Дыхание Обмен кислородом Поэтому в легких болеть то нечему Пузырьки болеть не могут Пузырьки это мембранки Но в легких Находится лимфатическая система То есть Эта система как по эскалатору Постоянно из организма Из кишечника Из печени Из почек Поднимает Трупы бактерий Трупы вирусов Трупы грибков Трупы паразитов Им куда-то надо деться У нас всего 4 выходных отверстия Рот Нос Уши и влагалище Ну или Мочи сказать метра У нас больше нету отверстий Через которые можно выйти Поэтому самое главное отверстие Через которые выходят Вот эти вот яды Или трупы Это нос Носом заканчиваются Именно дыхательные пути Значит Болеет не дыхательная система А болеет лимфатическая система Для которой нос Является естественным Плацдармом высадки Если у человека Постоянно Чертый нос Значит что у него есть При чем тут нос вообще Нос тут вообще ни при чем Если вместо того чтобы убираться в комнате Мы закроем двери и окна Произойдет захламление Точно такое же захламление Организма называется Хронический бронхит Хронический Хроническая бронхиальная астма Абструктивные варианты Бронхолебочной патологии Легкие тут вообще Несменно дыхательные Лимфатическая система Через канал легких Через мощнейшую Супер мощную Выделительную систему Транспортивые Слизь Яды Бактерии Вирусы Грибки И паразиты А мы лечим легких В легких могут жить По приобеденных условиях Определенные Микроорганизмы Например Здесь очень богатое кровоснабжение А туберкулезные палочки Того и надо Но живет она не в легких Она живет в лимфоузлах И когда лимфоузел разрушается Наступает легочное кровотечение И больной умирает от туберкулеза Но лечить надо нелегкое То есть здесь наша основная ошибка Мы все время лечим Нос Бронхи Легкие Бесполезно Если у человека гейморит Это значит у него в крови Стофилокоп Это значит у него в крови Гибок Это у него еще какие-то вещи в крови А у него просто Выделяет это все Можно даже пробить этот Нос и промывать Промывать Ну это в общем как вы Можно всю жизнь промывать нос Но он никак не промоется Потому что каждый день Будет проходить порция другого Легкие Это вторая Третья серия заболеваний Кишечника Лимфы Если мы по причинам посмотрим Какие причины могут быть заболевания легких Психология Абсолютно точно Курение В дыхании токсических веществ Работа без Респиратора на даче Работа с цементом Я не буду говорить Поднимите руки Кто одевает маску Когда работает с цементом Никто не одевает никаких масок И через легкие Происходит заброс токсических веществ Никто ничего не одевает Поднимите руки Может быть кто красит маски Полы Есть такие Три Молодец Белоруссия В первых ребят Молодцы В связи Русские крестьяне Пока грунт не грянет Не перекрестится Так вот мы уничтожаем легкие наши С детства Ребенки Мало того что Отсутствуют спортивные упражнения Которые развивают Дыхательную систему Так еще и присутствуют токсические вещества Итак психология Причина Еда Причина Потому что поражается Желудочно-кишечный тракт Легкие Это зеркало кишечника Это второе зеркало Первое зеркало кожи Второе зеркало легкие Дальше Еда Вода В присутствии Кислых напитков С газом У нас и так полно В организме углекислоты Мы ее деть некуда Мы ее выдыхаем 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 И пьем Пьем Выдыхаем Выдыхаем Мы пьем Заново То есть мы закислены До предела Вспомните Что вам давали мамы В детстве Когда вы болели А еще лучше бабушки Мама уже так сказать Когда вы кашляли Молоко с медом Молоко Ощелачивающий фактор Мед энергетический Боржоми Без газов Теплый Молоко с содой Медом То есть что мы делали Мы ощелачивались Человек говорит У меня сухой кашель Я ему говорит Вам надо выпить таблетки А что кашель станет мокрой Если выпить таблетки От чего кашель может стать мокрым С трех раз догадаетесь? Воды налейте В желудок В кишечник И туда Вот тогда кашель станет мокрым И очень быстро Я вот когда была Академия в Магнитогорске Я в поезде Каким-то вирусом заболела А у меня на следующей день Презентация Представляете себе Выхожу на сцену С наспортом Я думаю Ну да вообще Вот это Академия здоровья И я Значит в этой Пятизвездочной гостинице Значит там холодильник Я открываю холодильник Там пепсикола Пока-кола Ну туалетные Ничего кроме воды Маленькая бутылочка воды Я звоню Я говорю Ставлю выплесить Нужно воду Они говорят Хорошо Привезли пол бутылки Ну привезли еще одну маленькую бутылочку А я Просчитала Что завтра ему Чтобы мне быть здоровой Мне надо выпить Три с половиной Четыре литра Ну думаю я конечно так никогда Много не пью Но придется А что делать Потому что кашель уже Пошел Думаю Пусть лучше нас надо Четыре литра за один день Чем он распространится на десять Через пятнадцать минут Я им звоню Весите пожалуйста Еще бутылочку Я выпила С королевым кальций С микроферами Через пол часа звоню Только мне семьсот пятьдесят Весите пожалуйста Еще бутылочку Воды Они уже так задумались Привезли Две бутылки сразу Через десять Она у меня кончилась Когда они принесли Уже двенадцатую бутылку Они говорят Вы знаете Может вам принести Пятилитровый Такую баллону Вы что ли тут делаете Я говорю Я лечу грипп Они говорят Это что так надо много пить Я говорю Я говорю Единственное средство От вируса Это Вымыть его водой Смыть его Нет других способов Борьбы с вирусом Если вы думаете Что когда вы закапываете в нос У вас прекратится Вирусное заболевание Вы глубоко ошибаетесь Оно еще усилится Оно уйдет внутрь Нос это защитная реакция Если попал вирус Он должен быть смыт Смыт Откуда его смыть Из носа Организм все свои Водные запасы Гонит в нос А вы такие милные пришли И раскапываете Для носа Или там Кселерит Ну там много капель Организм ничего не понимает Это где вода делась Где вода которую Мы туда прогнали в нос В результате получается Трофеит Ларингит Бронхит А потом Бронхиальная астма И все так далее То есть Легкие нельзя лечить Когда ко мне приходят мамы И говорят Назначьте пожалуйста У меня ребенок кашляет Я говорю А что назначить? Они говорят таблетки от кашля Я говорю Вы хотите чтобы ваш ребенок умер во сне? Нет Мама говорит Нет я не хочу чтобы умер Я говорю так пуск кашляет Кашляет Богом данный рефлекс Когда там скапливается мокрота Она начинает щекотать И ребенок начинает кашлять Так вот пока он кашляет Он живет Как бы он перестал кашлять Если он болеет Он умрет Мама проснется А ребенок умер Таких случаев сколько угодно Так тут лучше он кашляет А что мы даем? Мы даем вещество Подавляющее кашлевой центр Либексин например Коттерпин и так далее То есть В легких скопилась мокрота Она щекочет А кашлевой центр В результате получается Вместо гриппа Вместо ОРЗ Получаются тяжелые бронхолегочные патологии И дальше уже возникает хроника У которого постоянно течет из носа И который постоянно кашляет И что-то выделяет из легких Для того чтобы понять Что дальше воздействует на легкие Вирусы, бактерии, грибки, паразиты Воздействуют 100% Даже не сомневайтесь Все что связано Хламидия, грибок Все что связано с уроплазмой Все что связано со стафилококком Поражает лимфатическую систему легких И все это идет на выбор Медикаменты влияют Потрясающее влияние Просто разрушает бронхолегочную систему Особенно ненатуральные Медикаменты, химические Курение, вредные привычки Отсутствие движения Неразвитая дыхательная система Безусловно влияет Это опять те же самые 12 причин заболеваний Начиная с психологии, кончая экологией Экология влияет Отличное воздействие То есть любого человека Можно угробить экологическим состоянием Вот мне очень часто приходится Слышать такое, что Вы знаете, я абсолютно здоров И поэтому я Ну как бы не хочу экологической защиты То есть даже самый здоровый человек Даже самый вообще, не знаю, продвинутый С высоким уровнем культурного развития Если он попадает в атмосферу С углекислым газом Без кислорода И с токсическим веществом Он погибает Поэтому Легкие надо чистить Их надо чистить регулярно Раньше не палитабак Для чего не палитабак? Для того, чтобы прочихаться То есть существуют другие способы Мы можем лихать в микробедре Между прочим, прочихаетесь Похлеще, чем от табака Особенно тем, у кого скопление слизи Идет резкое ощелачивание Можете капать микробедрин Совершенно потрясающий эффект Можете промывать микробедрином Можете промывать нос коралловой водой Если вы научитесь промывать себя Или ребенка нос коралловой водой То есть это по йогурским методикам То есть промывание по йогурским методикам А вода, так сказать, коралловая Ощелачивающая То можно за 2, за 3 недели За 10 дней, за 5 дизельчик Любой бы и морить Но плюс нужны Еще другие программы Какой же путь нужен Для того, чтобы легкие были здоровы? Разобраться с психологией Бросить курить Это на первом месте Некоторые причины поднимаются Отказаться от еды, Которая образует огромное количество слизи То есть это картошка Это холодцы Это плавленые сырки Это большое количество мяса Это слизистая еда То есть слизистую, не слизистую еду Очень просто Вот от капусты Никогда слизи не получите А от картошки сплошная слизь Крахмал Да? Тот, кто ест постоянно картошку 50% будут кашлять Потому что куда в этот крахмал денете? Он будет выходить через люди Он, конечно, расщепляется в организме, но не дует Надо пить только воду Причем и воду надо пить Не просто воду А в горячем виде Для того, чтобы она Улучшала бронхиальное отхаркивание Как врач скорой помощи Я вам скажу, что раньше Когда ребенок умирал У мука болит соду внутри вены Соду внутри вены В статусе бронхиального Что такое приступ одышки, удушья Или так далее? Вот мембрана легких Она такая же точная, как мембрана почек Она имеет свои коридоры Через которые из крови, из лимфы Наружу в виде макроты Отходят токсические вещества Так вот, когда они заходят в мембрану Заходят из лимфы Мембрана разбухает Соответственно, сужается просвет бронха И теперь начинает задыхаться Если у него были трубы шириной один сантиметр И они разбухли, стали шириной пол сантиметра Количество кислорода обрежется в два раза Он начинает задыхаться Если у него есть вода в легке Щелочная в крови Она отхаркивает все это У человека отходит мокрота И он перестает задыхаться Если он брызнул раз Прогнал слизь назад Брызнул два Брызнул три Сначала люди бронхиальная астма брызгают раз в месяц Сокращающие бронхи Вещества, да? Загоняющие мокроту назад А куда мы назад ее будем? В лимфе в кровь А она бросится наружу Потом он раз в месяц Потом он раз в неделю Потом он раз в день Потом он три раза в день Потом он десять раз в день Потом он через каждые 15 минут А слизь накапливается в крови И кровь уже становится как кисель И мы это называем Барбухиальный стак И говорим Извините, больного настолько поражены легкие, что он умрел Если бы он отхаркивал раньше Если бы он разобрался бы с паразитами С аллергией Со слизью Если бы он нормально пил Нормально питался Если бы не употреблял огромное количество медикаментов У него происходил бы нормальный процесс отхаркивания И ему бы не пришлось капать соду внутривенную Вот в этом только разница Что если мы хотим быть здоровыми Нас все равно вернут На нормальный путь Сушать нормальные продукты Пей чистую воду Желательно, чтобы щелочную Либо нейтральную Избавляйся от вирусов, бактерий, грибков и пистолков, лямбрии И питай свою клетку Нет другого пути Едимый путь И поэтому программа восстановления бронхов Включая вещества, которые помогают Организму человека избавиться от этих проблем Первое Кара правильного дерева По одной картины 4 раза Калорийное серебро По чайной ложке 4 раза Как вы думаете, для чего это надо? А это надо для того, что Если у вас пропали легкие Или пропадают Это значит 100% там кто-то живет Где там? В кишечнике В печени В лимфе В крови Не в легких А именно там, глубоко Как надо проверить, кто там живет? Надо пройти массу обследования А как попробовать избавиться? Безопасным антибактериальным средством Самое безопасное антибактериальное средство в мире Это кара муравьиного дерева Муравьиное дерево Это совершенно потрясающая В природе единица Представьте себе Какая сила жить У кары муравьиного дерева За тысячелетия своего существования Оно выработало иммунитет Против всех известных в природе Вирусов, бактерий, глипков и паразитов Но осталось при этом безопасным Для муравьев Термитов Которые Обрабатывают корни этого дерева И возникли уникальные дружеские симбиозы Как есть в бизнесе Вин-вин, выигрыш, выигрыш Точно так же есть в природе Симбиозы Нормальная жизнь Когда одни помогают другим Так вот, муравьи не болеют Потому что на муравьином дереве ничего не живет А муравьиное дерево Получает кислород Потому что муравьи там по ним все съели И обрешает доступ к проникновению ему питательных веществ через корни Вот эта вот Природа Таким образом Заботится Раз Кора муравьиного дерева безопасна для муравьев А муравьи это живая клетка Значит она не сильно токсична для нас Человек отсюда пошел Это посмотрели давно еще и дети Мексиканцы и так далее И они пользуются корой муравьиного дерева И испоконный кол Как антибактериальные средства Антивирусные Мы не знаем что у нас Если мы не обследовались Если обследовались Нам говорят У нас кандида Мы действуем уже своим путем А когда мы не знаем что у нас У нас просто Бронхит Гайморит У нас просто насмор У нас просто аллергическое состояние дыхательных путей У нас просто бронхиальная астма Мы не знаем что у нас Кара муравьиного дерева действует Против глистов Против паразитов Любых Против простейших Лямблиопистоф Против грибка И против свежих Пять спектров действия В том числе Стофилококис-трептококис Особо опасная инфекция Бактериальной Второе Каллоидное серебро По полчайной ножки Четыре раза Каллоидное серебро Лишает бактерий Способности К размножению Он не убивает Каллоидное серебро Не антибиотик Не путайте Он лишает способности Дышать И размножаться Это совершенно другой спектр действия Если Кара муравьиного дерева Она Все-таки Обладает Уничтожающим действием То серебро больше Снижает Репродуктивную Способность Корень солодки Мощнейший Лимфостимулятор Когда Человек употребляет Корень солодки Солодок Лучше в 6 растений мира Все потоки Лимфы Начинает Продвигаться К легче И выбивает Слизистые пробки То есть Лимфу надо Сдвинуть С места Чтобы она пошла Через бронху По таблетке Три раза То есть Практически Это будет Бронхолимфатическая очистка Но мы Я вам расскажу ее Поподробнее Когда мы пойдем По лимфоочисткам Потому что это Чистая бронхиальная схема Сюда необходимо Включить Что-нибудь Природно Натуральное Например У нас у ребенка Или у взрослого Могут быть лямли К примеру И глисты Карабарин Это дерево антибиотик Но она не очень действует На круглых маленьких Глистиков Например на остриц А у ребенка будут проблемы То есть острицы Вообще трудновыводимы Поэтому желательно Сюда же в эту схему Добавить настойку Номер 7 Обратите внимание Мы смешали Паразитарную программу Очистительную программу Антибактериальную программу И в результате у нас получилась Бронхолегочная программа Потому что Легкие сами по себе Лечить не надо Надо подействовать На вирусы, бактерии, глибки и паразиты Укрепить иммунитет И сдвинуть воду Все это надо запивать Коралловой водой Теплой, горячей В количестве Полтора, два, три Взрослому литра в день Если идет тяжелое заболевание Если легкое Значит меньше Еще один совершенно уникальный препарат Куда надо включить Есть такая трава Которая называется очанка Кроме того, что вы знаете ее как глазную Она обладает Совершенно уникальным свойством Очистки бронхиальных путей от слизи И вот это уникальное ее свойство Вставленное В среду комплексную программу При любых заболеваниях бронхи Бронхит Астма Абструктивный бронхит Хронический гайморит Ларингит Фарингит Это все в принципе степени одного и того же Дают потрясающий эффект Особенно если вы запиваете горячей коралловой водой Эта программа опробована Она работает Она опробована десятками, сотнями людей И в период гриппа Эта программа не специфическая Для нее не надо заболеть конкретным бронхитом Для нее можно просто заболеть гриппом, ОРЗ, аденовирусной инфекцией Главное, чтобы открыть легкие для выхода слизи наружу Вот это вот самое главное Если вы начнете ее делать сразу Вот сразу, как только заболели То заболевание будет 1-2 дня Если вы начнете ее делать через 10 дней То будет 10 дней А потом 1-2-3 дня Такие проходят Что я хочу, чтобы вы запомнили по легким Легкие никогда не заболят просто так Если легкие обнаружили вытекающую жидкость Вспомните, что это лимфа, которая очищает организм Поэтому лучше прокашляться Лучше, чтобы насмор прошел Леченый насмор проходит за 14 дней, не леченый за 7 А если вы вовремя схватились, то за 2 дня Вот это вот принципиально важно Потому что огромное количество детей Огромное количество взрослых Страдает бронхолевочной патологией И идем немножечко не в ту сторону Богом данный рефлекс То есть насморк, кашель, температура Отхождение мокропы, слизь, отсутствие аппетита Во время вирусной бактериальной инфекции Это спасители нашего организма Это не симптомы Острого респектурного заболевания, с которым мы боремся В ТРФ, да? А это защита Если вы понос, насморк Будете рассматривать как защиту У вас есть шансы вылечиться А если вы будете бороться против себя С кашлем Нельзя бороться с кашлем Надо кашлять Отхаркивать, выплевывать и убирать Если вы будете бороться с температурой Не надо сажать иммунитет Оптимальный иммунитет Температура 38 градусов Ниже иммунитета ниже Если вы будете давать противокашлевые таблетки Вся слизь останется внутри Если вы будете курить Если вы не будете бегать Вы это не вы конкретно, а мы все, да? Человеки А это наши дети У которых должны быть здоровые легкие Вы фильм смотрели? Здоровые легкие можно только сохранить Очень трудно Ребенка с бронхиальной астмой Сделать абсолютно здоровым Потому что никто не знает Что такое бронхиальная астма Это может быть лямблия с грибком А может быть наоборот Аллергия с потерей иммунитета Вот то, что я хотела вам рассказать Про легкие Что-нибудь сложное есть в этом? Надо только вернуться на природный механизм Откуда что выделяется?